Меня зовут Андрей. И по профессии я учитель физической культуры. С самого детства знал, что свяжу свою жизнь со спортом. Самым любимым уроком в школе была именно физкультура. После 11 класса поступил в училище. Уже на третьем курсе устроился на подработку в школу. Сейчас мне уже 38 лет. И все эти годы я не менял место работы. Лет десять назад мне предложили подработку в детском лагере. В свой летний отпуск, а у учителей он около двух месяцев, я уезжал в лагерь. Там я выполнял роль инструктора. Озеро, лес, деревянные домики, свежий воздух, идеальное место для отдыха. А тебе еще за это и денежку платят. В мои обязанности входило проведение зарядки и спортивных развлечений. За все остальное отвечали вожатые. Кстати, ежегодно появлялись новенькие кадры. Считанные приезжали на работу повторно. К слову сказать, я до сих пор холост. Поэтому могу себе позволить уезжать надолго без всяких обязательств перед семьей. Пару лет назад, в один из таких заездов, я приметил одну очень интересную молоденькую девицу. В лагерь она приехала впервые, но ей сразу достался отряд из пятнадцати подростков. Девушка, кстати, была очень яркой и интересной. Фома вожатый с белой футболкой на два размера меньше, оранжевым галстуком и короткой юбкой, которая сидела на ней идеально. Пообщавшись с коллегами, я узнал, что зовут ее Анастасия и ее девятнадцать лет. Молоденькая, конечно, но когда нас это останавливало? Через пару недель пришло время спортивного развлечения с ее отрядом. Я тщательно подготовился и провел мероприятие на высшем уровне. Постарался включить в программу соревнования с участием вожатой. Нет, моей целью было не сплочение коллектива. Я просто хотел понаблюдать, как Анастасия в своей юбочке и маечке будет прыгать через скакалку. Пришло время дискотеки. Под огромным шатром собрался весь лагерь. Придя на мероприятие, я стал искать глаза Анастасию. В толпе я увидел шикарную девушку с длинными распущенными волосами. На ней было облегающее ярко-красное платье на тоненьких лямочках. Этот образ идеально подчеркивал ее красоту. Долгое время я наблюдал на нее из-под тяжка. Но когда пришло время медленного танца, я решился подойти. Все дети сразу захихикали. Во время танца я старался не прижиматься сильно, но желание сделать это пульсировало в моей голове. Когда я прикасался к ее коже, было ощущение, что это настоящий шелк. Сильное желание заставило меня уйти с площадки сразу после окончания танца. На следующий день по расписанию было купание в озере. Я тоже должен был сопровождать этот поход. На всякий случай я надел плавки, вдруг выдастся минутка поплавать. Анастасия также пришла на пляж со своим отрядом. Когда я понял, что она планирует купаться со своими детьми, настроение мое моментально взлетело. Она растелила большое полотенце и начала снимать ту самую форму. Наблюдать в открытую мне было неудобно, поэтому я подглядывал, как мог. Многие, наверное, подумали, что у меня вдруг резко развилось сильное косоглазие. Она скинула с себя всю лишнюю одежду и осталась в одном купальнике. Анастасия зашла в воду вместе со своими подопечными. С собой она прихватила большой надувной мяч для игры на воде. Она подпрыгивала каждый раз, чтобы дотянуться до летящего к ней мяча. Вспомнив о том, что я физкультурник, я решил попроситься к ним в игру. Образовалось две команды, группа подростков против педагогов, меня и Анастасии. Мы отбивались, как могли. Капли воды, летевшие повсюду, охлаждали нас. Анастасия хохотала своим звонким девичьим смехом, в который я влюблялся все больше и больше. Обратно на базу мы уже шли вместе. Нам удалось познакомиться поближе. И за этот разговор я понял, что вожатая еще и очень обаятельная, умная девушка. Самый любимый период для меня в лагере, время после детского отбоя. Дети уложены, на улице прохладно и темно. Именно в это время я всегда иду на прогулку. Люблю сходить на озеро искупаться или просто посидеть в беседке. Правда, коллеги мои в это время все уже спят. Мне одному тоже неплохо. В один из таких вечеров я пошел в беседку. Через минут десять я услышал тихие шаги. Присмотревшись в темноту, я понял, что ко мне приближается Анастасия. Она присела ко мне на лавочку. Мы начали общаться обо всем подряд. Даже в темноте я заметил, что ее лицо резко изменилось, когда я сказал, что не женат. Спустя несколько минут она придвинулась ко мне еще ближе. Я расценил этот жест, как призыв к действию и просто поцеловал ее. Если честно, я не знал, как она отреагирует на мой поступок и боялся отказа. На мое удивление она впилась в меня и ответила на поцелуй. Я почувствовал, что уровень интереса между нами поднялся до максимума. И видел, что и она была совершенно не против продолжения. И тут она схватила валявшийся в кустах мяч и пнула его ко мне. Вожатая раскоречилась и зашептала, ну что физрук, давай, забивай гол, эта фраза стала для меня решающей. Дальше я себя уже абсолютно не сдерживал. Я даже не знал, что в беседке можно настолько увлекательно провести такую встречу. Пробыли мы там пару часов, а потом разошлись каждый в свой домик. В эту ночь я уснул с чувством того, что всего добился. На следующий день впервые мы пересеклись на завтраке. Проходя мимо меня, она приветливо улыбнулась и помахала мне рукой. От этого момента у меня по всему телу побежали мурашки. Еле дождавшись вечера, я снова вышел на прогулку. В беседке меня уже ждал сюрприз в белом сарафане. На этот раз я предложила отправиться в мой домик. Она с удовольствием согласилась. В домике она вела себя еще более свободно и громко. В этот раз мяч уже пасовал ей я и забил, кажется, голов десять сходу. Никогда бы не подумал, что такая целомудренная на вид девушка может быть настолько интересной и приятной. Так продолжалось ежедневно в течение оставшихся двух недель. И каждый день она удивляла меня своей игрой и раскованностью. А днем снова превращалась в скромную и спокойную пионервожатую. Прощаясь, мы обменялись номерами телефонов и договорились встретиться на следующий год. К сожалению, следующим летом она так и не приехала. Но я познакомился с другой, новенькой девушкой. Тоже очень интересной оказалась. А у вас случались такие мимолетные романы? Удавалось вам после этого встретиться еще?